Эльвира Антоновна, как это вы сегодня легкая, воздушная, прямо дунешь на вас и полетите. Это в вашем-то возрасте. Рэй Брэдбери, вино из одуванчиков. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Галина Кончуна, наша любимая, дорогая актриса. Здравствуйте, я к вам с корейской морковочкой ворвался. Спасибо большое, родственник. А что мы будем готовить с вами сегодня? Я планирую столько всего приготовить, но я хочу, извините, я не умею готовить медленно. Друзья зовут меня Скороварка, я планирую все, что допланировал. Это очень хорошо, потому что то, что мы приготовим, быстро мы приготовим, а уже когда мы вам вручаем призы, автомобили, плазминный телевизор, это уже будет за кадром. Так, поехали. Что нам нужно сделать сейчас быстро? Что мы будем готовить, во-первых? Значит, я буду готовить медальончики свиные с яблочно-луковым конфитюром. Для этого мы сейчас должны, я знаю, вы делаете самую трудную ювелирную работу, я видела... Знаете, когда людям моего происхождения говорят, что вы делаете самую трудную ювелирную работу, речь в 99% случаев идет о бриллиантах, в моем случае про лук. Да, это точно. Сколько? Галя, сколько? Два. Две головки лука. Да. Так, хорошо. Очень мягко. И яблоки. А вот какого-нибудь средства для измельчения, не руками, а... Для измельчения огрызка? Или кожуру? Я знаю, как измельчаются огрызки. В данном случае, да, я хотела бы... А у нас есть вот такая вот штучка, при помощи которой, в принципе, можно очистить яблоко. Вот это про нее вы говорили? Нет, я говорила о том, что бывают какие-то терки, которые, ну, натирают, а я не знаю, как это... Подождите, подождите, подождите. Значит, вам что нужно сделать с яблоком? Ну, мне надо натереть яблоко на крупной терке. Матушка моя, ну так а вот это что? А вот это, это вот такой допотопный способ, да, механический? Ладно, все, поняла. Нет, я-то думала, что... Вы не из Японии к нам приехали? Нет, извините. Понимаете, нет, не извиняйтесь, потому что вы сейчас не цусима, но все-таки, знаете ли, вы так говорите, аж вот допотопность, вы можете даже поставить это, потому что там, видите, там ничего не выпадет. Вот прямо вы здесь натираете, а потом мы сюда перерожим. А, все, поняла, да. Значит, мы натираем яблоко и медленно, мелко-мелко и очень быстро нарезаем лук. Да, режем лук. Скажите, пожалуйста, а как же вы так, то есть прямо у вас стоит задача готовить быстро? Нет, по-другому не умею. А почему вы так готовите? И мне скучно, а мне скучно много времени на этот раз. То есть такие долгие блюда, как... Фаршированную рыбу. Как фаршированная рыба, как маринованный лось, это вы не готовите? Нет, это готовит мой муж-грек. Поэтому сегодня... У вас муж-грек? Да. Сегодня в его честь я приготовлю греческую... Галина! Мусаку! Мусака сегодня у нас будет. Галина, а вот расскажите мне, пожалуйста, вы когда с мужем смотрели футбол? Нет, мы смотрели отдельно. Я смотрела вашу программу, а муж смотрел футбол. Да, Ванечка. То есть вы футболом так... Ну а как вот так вот будет действительно, когда вся страна, как говорится... Я отдельно, от всей страны отдельно. Ну это я на самом деле считаю, и правильно. А что, у нас, между прочим, а большая греческая диаспора в России проживает? Большая. Правда? Да, но больше русской в Греции, чем греков в России, да. Понимаете, да. Там замечательно в Солониках есть, даже русский театр есть. Ничего себе. А вы приезжаете, да, бываете в Греции, вы ездите. Да, бывают. А семья, там родственники, у мужа живут в Греции, да? Нет, родственники крымские греки. Крымские греки, ну конечно. Наши родные греки. Наши родные, дорогие, крымские греки. А вот надо сразу поставить сковородку. Сковородку, и на ней сразу... И на ней мы сделаем яблочно-луковый конфитюр. Так, хорошо, я ставлю сковородку. Что нужно на эту сковородку положить? Масло, растительное масло. На большой огонь, на маленький огонь? Думаю, на большой. На большой, чтобы быстрее все идет. Так, я, значит, могу высыпать уже, да? Да, вот вы можете вот так вот это приоткрыть. А, ой, темнота. Значит, вот так, и что, и прямо туда? Да, прямо туда, да. Мы будем это вместе с луком вот так вот пассеровать. Так, а лука должно быть чуть побольше, да? Ну да. Мы еще, знаете, что добавим немножечко в фарш лук, поэтому вы можете вот эту часть лука оставить. Уже оставить. Все, тогда я вместе с вами добавляю на сковородочку. Да. Порезанный мною собственноручно лучок. Вот так вот раз. Ой, как красиво. И яблочно, луковый конфитюр. Ну, слушайте, ну, это... Вот талантливый человек, талантлив во всем. Подождите, подождите. Вы зачем так про себя говорите? Это я о вас. Ах, это вы про меня? Да, конечно. Значит, это у нас пассеруется. Я должна сейчас быстренько отбить мясо. Отбить мясо? Да. Простите. Вы имеете в виду свиные медальоны? Да, свиные медальонечки. Скажите, не они ли вот это? Нет, это куриные грудки. Да, дайте тоже ее сюда, потому что мы одну грудочку сейчас вот измельчим на этой замечательной мясорубке. Это уже вареная грудка. А, вот вареную нам надо. Тоже нужно? Пожалуйста, вареная. Да. Вареная грудка. Как здорово. Вот они, медальончики, да. Замечательно. Так, вот они медальончики, а здесь у нас все... Да, пассеруется. Яблоко с луком пассеруется. Да. Иван, а вы можете вот одну грудку измельчить? Измельчить? Да. Прямо измельчить? Да. Так, давайте. Как, прямо мелко-мелко? Нет, нет. А, чтобы туда просто... Чтобы был фарш. А, так это... А, прям туда? Да. Так давайте. Давайте мы включим. Вон у нас. Угу. Лук тоже туда? И лук туда, да. Мы сделаем фарш. Вот с одной грудкой. А другие две... Ничего себе. Как это интересно. Используем салатик. Так. Так, я пока займусь вот этим обливанием. Так. А что это за рецепт-то такое? Вот откуда вы его... Рецепт? Вот это для греческой мусаки. Я просто хочу уже готовую курицу сделать фарш, чтобы побыстрее запечь в духовке. Потому что если бы она была сырая, то нам бы пришлось тогда... Много, да? Минут 30 ждать в духовке. Нет, мы так ждать с вами не хотим. Да, мы хотим 10, 5-10 минут, чтобы все-все было готово. Все, достаточно. Скажите, пожалуйста, откуда вы вообще как научились готовить? Вот, знаете, у вас все горит, у вас работа просто кипит. Вы знаете, дело в том, что когда я вышла замуж, это случилось очень рано, лет в 19, я не умела ничего. Мы жили на улице Горького, и я ходила в магазин и слушала, что сделать, как вот картошку почистить или там еще что-то. Ну, я очень любила своего мужа, и мне хотелось ему нравиться, поэтому как-то рецепты, которые... В общем, любовь сотворила еще одно чудо. Да, да. Дальше, скажите, а вот я сотворил вот что? Что с этим делать? Это мы будем делать несколько попозже. Так, что делать мне? Давайте мне задание скорее. Знаете что, нам сейчас нужно резать баклажанчик такими дольками. Иван, я вот хочу воспользоваться замечательной такой возможностью и поблагодарить вас. Прошу вас. Вы знаете, что ваше имя открывает границы? А, границы? Границы, которые на замке. Этим летом я, значит, поехала в Крым. Так. Подъезжаю к таможне этой знаменитой украинской. Знаменитая крымская таможня? Да. И вижу очередь из машин, я решила, что авария какая-то произошла, и это был какой-то ужас. Километра три, наверное. Ой. Я подъезжаю туда, к посту. Так. К счастью, ну, я, в общем, в принципе, не знаю, каким образом, но у меня оказалась газета, в которой было написано. Звезда большой разницы, Галина Кончина стала тещей Ивана Урганта. Представляете себе? Вот оно в чём дело. И вы из этой газеты? Из этой газеты я как с пропуском. Таможня даёт добро. Да вы что? Меня пропускают, открываются все границы. И хотя все мои знакомые очень удивлены, потому что я не тёща свекровь. У меня сын, которого я, кстати, в вашу честь назвала Антоном. Да? Да. Галина, я вам хочу сказать, что сейчас такое время, когда... Хорошо, что вы свекровь, но бывают случаи, когда и тёщами становятся. Ой, слушайте, давай прямо... Катька, посмотрите. Я, посмотрите, почистил уже баклажаны. Это грандиозно. Мы сейчас их порежем локтиками и будем жарить на ещё одной сковородке. Давайте. Потому что... Я тогда хотел бы задать вам вот какой вопрос. Так, вот, мне кажется, маскается ещё. Всё готово? Это уже готово, да, но можно маскается чуть-чуть добавить, чтобы не подгорело. Это мы отодвинем, и этим будем заправлять вот эти вот кусочки мяса. Ах, вот это что такое. Да, это вот и называется свиньи медальончики. Так, вот так. Всё, это вот уже готово. Каким образом нужно нарезать? Ломтиками, да, да, да. Да, ломтиками. Вот такие замечательные. И мы их будем обжаривать на другой сковородке и тоже на растительном масле. Теперь нужно поперчить, посолить вот эти медальончики. Значит, я нарезаю, я нарезаю сначала, сейчас быстро нарезаю вот этот самый баклажанчик, который мы сейчас будем обжаривать. И могу уже начинать обжаривать их? Конечно, да. Замечательно. А они нам пригодятся для чего? Это мусака греческая. А, это и есть блюдо, да? Да, это и есть греческое блюдо, мусака. Мусака. А вот перец вот этот, да, его надо... Сейчас я вам помогу, Галина, сейчас вам всё помогу. Хорошо, замечательно. Так, что, поперчить? Да, поперчить. Я сейчас ещё яйцо мне нужно разбить, чтобы... Сейчас я вам всё сделаю. Для чего? А вот мы будем обваливать вот эти кусочки, когда их свернём... Сколько их? Два? А? Два яйца, одно? Я думаю, что два. Два яйца? Да. Предлагаю сделать вот это вот так. Да. Просто разбиваем яйца туда, да? Просто разбиваем и нужно разболтать его. Так, так, так. А я... Давайте размешивайте. А я тогда пошёл, что? Получается, нам нужно... Обжаривать баклажаны. Обжаривать баклажаны. Хорошо. Ну, у вас прямо нечеловеческая скорость набрана, Галина. Главное, нам не опростоволосица. Да ну. Не опростоволосица и не баклажанам, конечно, нужно будет маслица. Да, да. Побольше. Мне кажется, что побольше надо. Давайте, чтобы они не пригорели. Ну да. Конечно. Так. 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 Что ещё, Галина? Что ещё? Мне нужно... Ну, вот вы сейчас ставьте жарить. Я обваляю это в яйце и в муке. Так, я пошёл с баклажанами, как говорится. Вы жарьте. А вот куда мне потом вот эти вот медальончики и на какую-то ещё сковородку жарить? И ещё найдём вам сковородку сейчас. Ну, а как быть? Не может быть. Это же кулинарная программа. Да. А по поводу быстроты я вообще люблю и скорость, и краткость. У меня, как у Чехова, тоже родственники. У него сестра, а у меня брат. То есть вы в этом смысле... Да. Вы в этом смысле, мы, как говорится, время интереснее. Потому что жизнь должна проживаться быстро, весело. И нечего стоять на таможне 3,5 километра, ждать очередь, если есть газета. Ну вот спасибо вам, если есть вы. Причём тут газета. Вам спасибо, Иван. Правда, требовались у меня фотографии. Так что в следующий раз, когда поеду... Галя, вот скажите, а вот вы, ну вот понятно, поклонников полно. А вот скажите мне, а вот вы же, ну небось, встречались с героями ваших пародий, которые вы делаете так... А как же! Ну вот рассказывайте нам об этом. Что же вы нас, как говорится, маринуете? А кавалеров мне вполне хватает. Нет любви хорошего меня. Ну, Татьяна Анатольевна... Тарасова, например, да. Тарасова. Мы же с ней знакомы очень давно. Задолго до Заворотнюк я выходила на лёд и вела её программу, которая называлась «Ледовое шоу «Все звёзды». Да что вы! Которая была создана Татьяной Анатольевной в 86-м году. Так что с Татьяной Анатольевной у нас отношения фут-фут-фут очень сложились, потому что для меня это кумир, я ей преклоняюсь. Татьяна Анатольевна, простите, у меня баклажаны все впитали масло. А ещё, тогда ещё налейте. Потому что нужно, чтобы они были такие достаточно сочные. Слушайте, вы пока говорите, вы уже вон всё сделали. Так, всё, тогда, друзья, делаем вот что. Вы доделаете, докручиваете штуки, я ставлю сковородку, и мы уходим прямо сейчас на короткую рекламную паузу, после которой мы вернёмся, и вы знаете, почему в белорусском переводе Роман Александровна Герцена «Былое думы» назывался «Блины и мюсли». Папа, папа, а что такое дядя Сергей и тётя Валя? Такое выпили из бутылки, что стали сразу бегать, смеяться, веселиться, бороться на полянке в лесу. А это ты, сынок, знаешь, когда вырастешь. Михаил Пришвин, «Лесные загадки». С Мак на первом канале, у нас в гостях сегодня Галина Кончина. И мы, ой, мы готовим греческую мусаку. Да, мусаку-кусаку. Мусаку-кусаку, даже можно так сказать. В этот момент я, кстати, Родочка, может быть, мы... Подождите, вы хотите сказать, что всё уже, вот они прямо уже готовы? Да. И мы их перекладываем. Перекладываем в блюдо. Так. И будем накрывать сверху фаршем, а потом сыром. А потом зальём это всё сливками. Ой, какое блюдо. Ой, вот прямо, прямо, хоть прямо такое ощущение, что... Я надеюсь. Но это теперь надо поперчить. Сейчас мы поперчим. Я знаете, что хочу предложить? Раз вы боретесь со скоростью, я вам хочу предложить следующее. Вот в эту же сковородку? Конечно. Конечно, замечательно. Ну что, мы два раза мыть, что ли, будем? Ставь её на огонь. И разогревать. Это вот на этом же, да? На этом же прямо. Вот сюда поставили, смотрите, что мы ещё будем делать. Раз, два, вот сейчас так вот хоп, и прямо смотрите. Прямо... Ой, у меня тут... Может быть, так удобнее будет? Прошу вас, как вы скажете? Спасибо. Как вы скажете? А я тогда достану... Сыр мы достали. Что нам нужно ещё? Вы сказали поперчить, да, нужно баклажаны? Поперчить, посолить. А вот чем, вот греческая кухня, чем она, какие её особенности? Вот особенно там есть, она, она острая, пряная. Галь, как сказать? Она разная. И, конечно, и пряная, и очень много приправ, чеснока. Её, наверное, очень много... Чеснок нам нужен сейчас сюда? Нет, не нужно. Вот в это блюдо как раз чеснок не нужен. Так. Да, не нужно. Перец. Поперчить, посолить. Вот это, кстати, тоже сверху нужно будет поперчить. Так. Посолить. Давайте. Поперчили. Так, соль вот. Да. Где-то... Я хочу ещё яблоко туда положить. Так. А мне нужно вот очистить от... Сейчас я вам сделаю, Сель. Что нужно сделать, Галя? Ну, разрежьте пополам, а потом на три части половинки. Так, пополам. Угу. Разрезал. И вот так вот? Да, да. Ну, даже, наверное, не на три, вот так мы... И вот так? Ну, да, можно так, да, да. Как скажете? Так. А грызки удалить? Косточки, да, можно удалить. Косточки дайте я быстро удалю. Я просто не понимаю, что я делаю. Вот так. Ага. Вот так. Мы так летим вперёд. Да. Очень хорошо. Это замечательно. Ну, что вы. Как фрегат Паллада. Так. Что-то запах у наших... Ой, как будто это что-то такое. Оп, оп, посмотрите как, друзья, посмотрите, как моментально, моментально они схватываются, да? Да. Схватились. Давайте, может быть, мы накроем, сделаем меньше огонь, чтобы прожарили. Мне кажется, что... Да, нормально. Мне кажется, чтобы теперь это нужно, чтобы сейчас для начала, чтобы это всё схватилось. Угу. А потом мы будем делать уже меньше огонь. Пока нам нужно, чтобы это яблоко прямо сюда. Да. Ничего себе. Ничего себе. Это гарнир такой, что ли? Ну... Так, мы высыпали сверху фарш. Что сверху? Сыр фета? Да, сыр фета. В каком количестве? Ну, чтобы покрылось. А фарша немного тогда? Нет, я весь, я просто не успела. Галь, чтобы вы не успели, не верю. Вот. Не верю. Так, покрываем. Я побежала к вам. А сыр мы можем прямо такими кусочками, да, прямо? Можем, да. Ну, смотрите, вот, вот, посмотрите, правильно? Вот так вот, да? Ну, нет, лучше его измельчить всё-таки, чтобы он... Измельчить? Да. А как же это сделать? Что-то немного сообразить. Вилкой надо было, наверное... Моя дорогая, кто же меня предупреждал? Нет, я виновата. Надо быть греком, чтобы это знать. Да, конечно. Ну, уверяю вас, что мой грек этого тоже не знает. Видите, так. Для него сюрпризы. Всё хорошо. Яблочки, оп, яблочки уже обжариваются. Да, хорошо, вот, прекрасно. Для яблочек я немножко брошу сливочного масла. И сливочного... Ну, это какое-то просто блюдо королевское, Галь. Да? Королевское. Вы думаете? Так, так. Поменьше вы сделали огоньку? Я сделал огоньку поменьше. Смотрите, я со всех сторон обжариваю, чтобы они закрылись. Замечательно, спасибо. И внутри, чтобы всё начиналось. Так. Так, где нож? Я какой-нибудь, чтобы отрезать кусочек масла на яблоки. Смотрите, сколько ножей. Вот это? Так, правильно я делаю. Вот посмотрите, что это. Замечательно. Да? Спасибо, да. Вот так вот. Да. И так же сверху это мы... Нет, этого очень много, мы меньше это сделаем. Галь, я прошу вас это сделать, я не понимаю. Хорошо, хорошо. Я не понимаю, как. Всё-всё, больше не надо измельчать. Скажите, а сахар, вот есть у нас? Нет? Сейчас сахар найду. Галина. О. Сахар. Это яблоки чуть-чуть, чтобы они так... Карамелизировались. Чуть-чуть. Да, да, вот так, спасибо. Ой. Смотрите, на одной и той же сковородке жарится и свинина, и делаются яблоки. А знаете, я очень люблю такие вот сочетания, например, там свинина с бананом. А поскольку это яблочно-луковый конфетёр внутри, то яблоко... Свинина с бананом. Да. Неплохо. Замечательно получается. Да. Вот. Я добавляю сыр сюда, сверху. Так. Главное, чтобы не разваливались, да, эти штучки-то? Да. Ну, они, по-моему, держатся. Пока да. Да, пока да. Они не развалятся. Чем дальше они будут готовиться, тем... Я понимаю только одно, что их нельзя... Всё, их надо положить. Угу. Ой, яблочки уже начинают карамелизироваться. А, всё, тогда я их сейчас уберу. Нет, подождите, ещё рано их убирать, они ещё пока не... Они даже... Это же яблоки зелёные, они должны надо, чтобы время, чтобы они стали мягенькими. Да? Ну, не обязательно добиваться такой... Как вы скажете, как вы скажете. Так. Я сейчас их переложу. Вот это заливаем сливками и в духовку на 10 минут. На 10 минут. Сливки, сливки. Мы берём такие жирные... Это жирные должны быть сливки? Да. Заливайте всё сверху. Прям вообще всем вот этим, да? Да, да. О, это блюдо. Вот почему греки такие стройные? Потому что вот... Почему они придумали Олимпийские игры? Потому что вот такую съешь, мусаку? А вот вы знаете, я, например, очень люблю ещё лобио по-гречески. Они его едят ложками. Туда добавляются грецкие орехи и гранат. Очень вкусно готовятся. Галина, посмотрите, пожалуйста. Всё в духовку. Нет, больше ничего, да? Нет, больше ничего. В духовку? Так в духовку. Да. Итак, друзья, духовку разогретую в 200 градусов. Вань, извините, давайте мы зеленью посыплем. Посыпем вот это? Да, вот это сверху. Давайте. Укроп? Да, укропчик. Кинзы тут нет? Есть. Замечательно. Кинзочка, укропчик. Кинзочка, укропчик, да? Да, да, да. Как сажать? Накрыть это нельзя, сковородочек? Накрыть можно. Я боюсь, чтобы он не подгорел, и в то же время надо, чтобы... Давайте делаем поменьше огонь. Да, можно прям вот минимально. Пусть они там будут сочные. Пусть они живут. Угу, хорошо. Пусть они будут сочные и живут. Так. Да. Теперь, Галина, позвольте мне, господи, ну у нас прямо даже такой на кухне творческий беспорядок, ну прекрасный. Я не очень люблю беспорядок, я обычно стараюсь сразу там все мыть, убирать, но поскольку темпы у нас не позволяют отвлекаться на это, то мы сначала идем. Замечательно. Скажите, а вы готовите только для ваших домашних, или все-таки... Да нет. Правильно я все делаю? Да, правильно. Видите, как красиво. Все, замечательно, Ваня. А по зеленьам тоже пригодится. Спасибо. Так, и вот это мы ставим... Да, это ставим в духовку и начинаем делать салаты. 200 градусов духовка, Галина. Да, замечательно. Замечательно. На 10 минут. Да, очень хорошо. Сейчас мы тогда делаем салат спаржа, курица, виноград, майонез и зелень. Это тоже греческий салат? Нет, это рецепт старинного французского салата. Старинный французский салат. Друзья, яблочки для свинюшки мы отложили. А вы можете пока делать... Надо разрезать пополам апельсины и вынуть из них внутренность. Но чтобы сама корочка осталась, мы в нее будем укладывать, наполнять... Старинным французским салатом? Нет, это другой салат. Это еще один салат будет? Это еще один салат, да. Многовато. Мы просто режем и все. Ничего не делаем. А, ничего не делаем, просто режем? Нет, мы просто режем. Как скажете? В том-то все и дело, что это очень... В том-то весь и фокус, что салат готовится быстрее, чем режется. Да. Так. Значит, что вы хотите, чтобы я взял апельсины? У нас горячее все готово, понимаете? Сейчас мы делаем вот эти салатики, да. Пополам режьте апельсины, вынимаем из них внутренности. Да, чтобы вынуть внутренности из них. Так. И? И вот так. Да. И как, прям, брать вот так вынимать внутренности? Да, да. Вот давайте куда-нибудь сюда, все. Я просто никогда не вынимал внутренности из апельсинов. Сейчас. А, нет, все, я понимаю, как. Да. Вот, чтобы оставалась сама корочка, мы в нее все уложим потом, когда разрежем апельсин. А, вот она, как вы хитро придумали. Да. Смотрите, какая вы хитрая. Так. Не спешите, друзья, выбрасывайте апельсиновые корки, засушите их, и никакая морь не съест вашу стриженную норку. Так, вот смотрите, тут даже вот так, да? Вот это вот. Да, вот это, да. Главное нам попробовать такой. Это тоже греческий салат? Нет, это салат «Моя фантазия». Это вы так придумали? Да. Вот, посмотрите, у нас получились вот две такие шапочки. Это можно же, это знаменитая китайская сказка «Оранжевая шапочка». Когда «Оранжевая шапочка» пошла и встретила панду в лесу. Прекрасно. Панда был очень добрым, и они пошли к дедушке, к «Оранжевая шапочки». Вот это надо очень мелко изрезать. Так, так. Смешать с апельсинами. А, апельсины надо порезать, которые вы были. А вы же не сказали. Да. Апельсины, которые я достал, надо изрезать. Прошу прощения, да. Так, мелко-мелко нарезать апельсин, да? Да, да, мелко нарезать апельсин. Так. Смешать это всё вот здесь. А с авокадо ещё смешать? Галя, ну вы что-то разогнались. Галя, остановитесь. Нет, я не могу. Вы прямо, вы прямо как будто бы, вы знаете, на пол солдат готовите. Да подождите, да вы уже одно блюдо, второе, третье, четвёртое. Да, я вас готова ещё удивить. А вот ваша невестка-то интересная, как? Учится. Учится у вас? Пишет в интернете, да, про меня. Легенды слагают песни. Да что вы. Да, да, да. А чем занимается ваша невестка? Да, артисты мы. Вы? Так мой папа говорил. Вы будете смеяться. Когда нас взяли на ограбление банка. Артисты мы. Датька, посмотрите. Апельсин, я вам дам, вы продолжайте, вы чести адвоката, я, друзья, быстро объявлю рекламу. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернёмся. И вы узнаете, что почему великого миллионера Аристотеля Анасиса, друзья, за глаза называли просто Ананасиус. Как же грустно на кичи мне чалить. Не несёт мне клейко здесь гарсон. Вместо арфы здесь только включают заунывный, беззубый шансон. Александр Дюма, граф Монте-Кристо. Дорогие друзья, смахнет. Да, у нас гостя сегодня Галина кончена. Готовит уже 18-й салат. Во время рекламы, друзья, Галина рванула ещё дальше. Галечка, остановитесь. Галя, сколько можно? Посмотрите, раз салат, два салата. Там блюдо готово. Этим обязательно. Я хочу вас непременно удивить. Всё, он готовится. Вы меня уже удивили количеством. Это называется Оренбургские зори. Это мне подарили на фестивале в Оренбурге. Оренбургские зори – это когда режется окорок. Окорок, куриная грудка, куриная грудка, добавляется туда корейская морковка. Ледят его на рассвете, руками прямо из Волги. И грибы, опята. Опята? Да, вот. Это очень интересное сочетание. Опята? Да. Опята, окорок. Корейская морковка. Можно вот чем-нибудь? Чем-нибудь, да, пожалуйста, давайте вот такое. Перемешаем? Так, сколько опят? Ну, грамм сто нужно. Вот так? Да. Так, хорошо. И сколько тоже? Да, сто грамм. Ну, это сто грамм? Ну, да. Ну, конечно. Нет, я думаю, меньше. Ну, ладно. Так. И что, и вот так прям перемешиваем? Зелень. Нужно насыпать зелень туда. Так, да, здесь что? Перемешать, насыпать зелень. А давайте побольше опят. Давайте побольше опят. Оренбургских опят жалеть не надо. Да. Это все прямо, это знаете, как все делать? Заворачивается платок оренбургский. Оренбургский, да. Пуховый. Да. И заворачивается так потуже. Оренбургский, этот самый, грибной салат. Оренбургский, грибной салат. Оренбургский зорик. Да. И бросается в окно. Да. Вот. Значит. Окно выбивается, и уже ты заходишь с костетом и грабишь. Вот эти маслоцы мы еще слегка поливаем. Слегка, только, пожалуйста, да, чуть-чуть, пожалуйста. Потому что там уже и в опятах, и в морковке. Вот. Так что вот такой он очень быстрый. Смотрите, какой оренбургский зорик. Ребята, посмотрите, за секунду Галина кончено приготовила нам салат. Оренбургский зорик. Угу. Оренбургский зорик запеклается. Друзья, одна секунда, и мы вам сейчас покажем, как это выглядит уже на тарелках. Бамс. Итак, друзья, что у нас здесь происходит? Салат Оренбургский зорик. Мы смешиваем опята, окорок, вареную курицу и корейскую морковь с зеленью прямо... И растительным маслом. И растительным маслом. И едим. Дальше. Корейская спаржа, куриная грудка, виноград. Виноград без косточек, майонез и зелень. Но я думала, французы говорили, что это эксер молодости. Я даже ему дала название «тряхнем стариной». Это очень хорошее название. «Тряхнем стариной». Друзья, салат «Тряхнем стариной», Оренбургский зори. И, наконец, Галина, что еще? И вот, наконец, апельсины с авокадо, еще курица, майонез и вот салат. Ну, я просто не понимаю, как в салате внутри апельсин появился. Как бы вы назвали это творение? Я думаю, что это ваша честь. Моя честь? Иван, да. Иван, салат Иван. Да. Вот так я выгляжу. Обычно этим именем называют ураганы. Я, кстати, внука своего называла этим именем. Именем Иван, да. Ураган Иван. А вот это салат теперь. Иван Ураган. Так, и, наконец-то, свиные медальоны с конфи. С яблочно-луковым конфитюром. Конфитюром, да. Значит, внутрь яблоки с луком мы обжарили. Пассируются. Пассируются. И вот, друзья, и самое главное, это мусака. Когда мы взяли, обжарили баклажаны. Да. Да. Это уже все готово. Готово, да? Конечно, потому что там продукты-то все уже и обжаренные баклажаны, и фарш готовый. Если бы фарш был сырой, то надо было бы дольше. И вот это называется мусака, да? Да. Друзья, аплодируйте. Галя, я прошу вас сейчас швырнуть мне мусаки. С удовольствием. С удовольствием. Мусаку под усаку. Ну и с волнением тоже, потому что темпы такие, что я... Слушайте, ну темпы. Вот так это и должно выглядеть, да? Я просто никогда не пробовала. Вы себе? Попробуйте. Знаете, как мы играем в карты себе? Себе, себе. Так, что же еще? Так, я вот честно могу вам сказать, я бы хотел попробовать салат Оренбургские зори. Попробуйте. А вы что возьмете? А я яблочко запеченное. А вы как-то так скромно выступите, да? Да, я вот хочу быть такой же красивой и струйной, как вы. Галечка, ну это для этого можно есть все, что хочешь. Ну я бы вот вам рекомендовала все-таки вот это старинное со спаржей и с грудкой попробовать. Так, я сейчас попробую все, Галь. Это очень интересное сочетание. Угу. Ммм! Как будто в Оренбурге. А-а-а! Так, а если я сейчас попробую вот это, то, что вы рекомендуете, да? Да, рекомендую, настоятельно советую. Рекомендую, настаиваю. Это майонез? Да, это майонез и виноград без косточек. Ой, обожаю. Так. Ну вот не успела я тут эстетически. Да перестаньте, Галя, перестаньте, что вы кокетничаете. Ну как? Ммм! Давайте, вот я хочу чуть-чуть. Давайте вот это, да, да. Давайте все навалим мне всего. Это тоже очень вкусно. Ну, навалим это уж, я вам так, как котенку, можно сказать. Как котенку вы мне положили. А вот это не хотите попробовать? Слушайте, вы мне правда уже... Это же не надо. Вот это вот обязательно надо попробовать. Ну-ка, ну-ка. Ой, свининка, ой, хороша. Нет, я уверена, что она готова, потому что... Ну-ка. Там же конфитюр. Да, конфитюр. Галь, я хочу вам подарить подарок. Ну не может быть. Хочу подарить подарок. Ой. Галь, я уверен, судя по тому, как вы готовите, вы из этого всего тоже сделаете салат. Боже мой. Боже мой, боже мой. Более того, я думаю, что вы и корзинку туда порубите. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Галина Кончина на сегодня и набор смаков. Ихать, я сейчас к вам вернусь. А у нас, друзья... У нас, друзья, как бы все. В общем-то, все. Поэтому когда-нибудь вы в следующий раз обязательно узнаете, что спаржа в переводе с французского означает и на процедуру сходим, и посмеемся. Это был смак. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Продолжение следует...